Итак, буквально несколько основных тезисов. Первое. Российская экономика, как и все остальные, переживает, естественно, шок, но ситуация, как ни странно, весьма неплохая. Речь идет о том, что мы, с одной стороны, под двойным шоком, в отличие от многих стран, шока вируса и шока нефтяного или сырьевого. В то же время, оперативные данные показывают нам, что этот шок привел гораздо меньшему спаду, чем было в предшествующей кризисе. В то же время, данные данные показывают, что этот шок привел гораздо более важным, чем в последние годы. Например, промышленность у нас сейчас снизилась минус 10% годом году. А в кризисе 1998 и 2008-2009 годов, мы имели 15-17% минус. Мы имели 15-17% минус. Таким образом, сейчас спад в полтора раза слабее чем раньше. Причина такой ситуации, ну, по сути говоря, две стороны одной медали. Мы выстроили сырьевую экономику с очень короткими цепочками. И поэтому, собственно, и оказались устойчивы, потому что основной удар в этот кризис пришелся, как известно, на сектор услуг и на цепочки добавленной стоимости. Это поэтому мы в ситуации сегодня, потому что кризис привело в основном на секторе средств и на цене добавленной стоимости. Что дальше? И дальше? Александр уже представил картинку. И, в целом, скажем так, это наиболее оптимистичная картинка, которая сейчас есть, ну, среди российских, так сказать, специалистов. То есть, к большому сожалению, все-таки консенсус или медианные такой, медианные ожидания экспертов, они находятся на уровне двух, в лучшем случае, трех процентов в год роста. И, конечно же, ну, это очень мало, это полу рост, полустагнация. Проблема, конечно, в том, что действительно таких серьезных, значимых, мощных источников роста сейчас не просматривается. При этом кризис, во-первых, конечно же, еще сильнее затормозил развитие. А во-вторых, показал, на самом деле, в очередной раз, не самую высокую эффективность государственного управления. Причем именно эффективность управления, плохую эффективность управления в смысле стимулирования развития. Если мы будем говорить о политике максимального консервирования ситуации, то тогда действительно все очень хорошо получается. Тем не менее, лично, мое ощущение, что шанс на ускорение роста есть. Ну, вот, сможет ли, так сказать, экономическая политика быть такой? Это вопрос. На мой взгляд, рост мог бы быть возможен. При таком очень искусном сочетании трех элементов. На мой взгляд, эта красота была бы возможна, если мы смогли подать вместе трех элементов. Первое – это сверхстимулирование роста производительности и эффективности. Второе – это эффективная реалокация высвобождающихся ресурсов. И третий, очень важный момент – мягкие бюджетные ограничения. Ну, и уже как некая опция, но полезная, это максимальное мультиплицирование возможного роста спроса. И, конечно, пока это общие слова, их надо наполнять содержанием. Ну, я понимаю, что просто времени у меня не хватит. Я просто замечу, что, понимаете, сейчас вот очень важный такой момент, очень важно не что мы делаем, не столько важно что мы делаем, сколько важно как мы это делаем. И вот тут, как раз, цифровые технологии нам сейчас позволяют совершить, как мне кажется, прорывы в очень многих сегментах. И, к моему мнению, это момент, когда технологии нам позволяют нам делать большие сегменты в различных направлениях. И именно, прежде всего, с точки зрения и роста эффективности, и реалокации, и так далее. Сначала, с точки зрения эффективности, и реалокации, и так далее. Я приведу несколько примеров. Попробую донесить несколько примеров. Вот есть, например, проект, вообще есть у нас сейчас национальный проект, повышение производительности труда. Там предприятиям государство помогает проводить программы повышения производительности, одновременно помогая трудоустраивать занятых в других секторах, освобождающихся занятых. Но масштабы там весьма скромные, масштабы процессов. И это все упирается в проблему администрирования, по большому счету. Потому что понятно, что предприятия всегда найдут возможность показать рост производительности и получить за это деньги. Чтобы этот процесс нормально администрировался, нужно объединение данных федеральной налоговой службы и Банка России. Я имею в виду микроуровневые данные о транзакциях между компаниями и компаниями работниками. Я имею в виду микроуровневые данные о транзакциях между компаниями и компаниями и компаниями. Понятно, что это чувствительные данные, и здесь пока межведомственное взаимодействие организовать не удалось. Это данные sensibles, и сейчас мы не успеем организовать интерсекторию. Тем не менее, если бы эти данные были, то процесс стимулирования производительности даже в рамках этого проекта можно было бы увеличить, ну, я не знаю, раз в десять минимум. Сепандан, если мы были эти данные, мы могли бы улучшить, ну, минимум, 10 процесс стимулирования стимулирования, увеличивающихся продуктов и продуктов. То же самое касается и других институтов развития у нас, которые работают, но работают вот на столичке. Например, у нас есть такой пример, институт и фонд развития промышленности, который субсидирует инвестиционные проекты. Согласно всем оценкам, так сказать, всех экспертов, это очень эффективно работающий фонд. Но масштаб его ресурсов, которым он располагает, это меньше одного миллиарда евро. Но там, в принципе, тоже очень похожие истории и проблемы. Причем, вы знаете, даже если мы говорим о поддержке сейчас, об антикризисной поддержке или поддержке граждан в условиях кризиса, то же, вот при всех словах а цифровизации, эффективность мер так и не была повышена, хотя это было очень легко сделать с помощью новых технологий. Ну вот, знаете, я приведу еще один пример последний, что я имею в виду и что вот сейчас, как мне кажется, было бы вот интересно. В российской экономике, почему мы говорим об эффективности? В российской экономике огромный потенциал повышения эффективности. Ну, например, только вот на капитальный ремонт и строительство, дорог, автомобильных дорог, мы расходуем около 2% ВВП. Например, мы потратим около 2% от ПИБ для строительства и для развития для автомобилей. Это текущие содержания и ремонт. Это не новые проекты крупные. Это не новые проекты. Это не новые проекты. Это только для развития. Это очень большая цифра. При этом известно что качество оставляет желать лучшего. Но сейчас новые технологии могли бы позволить о трафике оценивать качество дорог можно сказать в режиме реального времени. А как? Тут важны хитрости. Нужно смотреть... Нужно смотреть не на среднюю скорость. Конечно, это ничего нам не покажет. Нужно смотреть на максимальную скорость на максимальную среднюю скорость в условиях минимальной загруженности дороги. Это не нужно сравнить на среднюю скорость на среднюю скорость. Это не дает ничего. Нужно сравнить на среднюю скорость на максимальную скорость в условиях в условиях меньше трафика на дороге. И тогда как раз мы можем увидеть что как качество дороги влияет на скорость. Это мы можем увидеть как качество дороги влияет на скорость. Все. После этого можно использовать эти данные о качестве дорог и о скорости деградации качества дороги после ремонта. Чтобы и устанавливать критерии для участия в конкурсе на ремонт для компании. И делать рейтинги компаний дорожных по тому какого качества дорог они делают. И так далее и тому подобное. Вот такие данные запустить этот механизм можно было уже лет пять назад. Все данные уже собираются давным-давно такого рода. Но этого, как говорится, сделано до сих пор не было. Хотя стоимость решения превышает... В смысле, хотя стоимость решения составляет здесь один промилле от возможной экономии. Ну и вот поэтому, на мой взгляд, сейчас надо думать и смотреть в ту сторону и тогда уже... То есть, понимаете, именно это сейчас является, к сожалению, ограничением экономического роста, но с этим можно и нужно стараться что-то делать, опираясь на цифровизацию. Что внушает оптимизм, единственное, наверное, что у нас, как известно, федеральная налоговая служба, одна из самых продвинутых в этом смысле в мире... А бывший ее руководитель, сейчас премьер-министр. И вот если эти компетенции все-таки будут использованы, ну так сказать, на то, чтобы помогать росту, а не собирать налоги, тогда мы, может быть, что-то еще увидим. Если мы используем эти компетенции для помогать росту, а не для получения деньги, я надеюсь, что мы увидим еще что-то. Спасибо. 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 Большое спасибо. Мы видим, что кризис носит выраженный структурный характер. Мы видим, что это структурный характер. Из-за вопросов предприятий, мы видим, что в каких-то отраслях наблюдается глубокий провал, но в некоторых отраслях даже рост наблюдается. И мы видим, что в некоторых секторах есть росту, а в других секторах есть даже росту. Все знают, что очень сильно провалились авиоперевозки и туризм, например. Ну, конечно, все знают, что транспорт аэререн и туризм уникали большие шутки. А вы, что в медицинской промышленности и фармацевтики, наоборот, заметно выросли? А есть ли какие-то еще неожиданные процессы в отраслях, о которых стало известно во время этого кризиса? Есть ли другие процессы в других секторах которые мы видели в этой кризисе? Спасибо. Спасибо. Ну, знаете, если мне позволят продемонстрировать экран, то я покажу здесь буквально пару моментов. Ну, конечно, кризис, что касается структурных аспектов. В связи с структурными безусловно, кризис, он в этом смысле очень интересный. La кризис sur ce plan était très intéressante. Именно потому, что есть много вот этих структурных эффектов, в том числе неочевидных. Il y a beaucoup дефицит структуральных qui ne sont pas évidents. По крайней мере, сразу неочевидных. Au moins, qui ne sont pas évidents tout de suite. Вы знаете, мы, в принципе, структурные эффекты оценили еще в начале апреля с использованием межотраслевого баланса. En principe, nous avons estimé les effets структуральных déjà début avril à l'aide de la balance intersectorielle. Таблицы затрат и выпуск. Input-out-cut tables. Input-out-cut, oui. Окей. Просто и на всякий случай. И причем мы это делали в разрезе ста видов деятельности. Pour une centaine d'activités. Вот сейчас на экране я просто демонстрирую агрегированные результаты наших оценок итогов года. Это было сделано в начале апреля. Donc sur l'écran vous avez les résultats огрégé de nos estimations pour l'année et ça on l'a fait début avril. Et пока реальность как нам кажется вполне вот как говорится мы угадали. semble que nous avons bien deviné pour l'instant pour l'instant qui a eu une croissance une certaine croissance c'est l'industrie pharmaceutique la production des équipements médicaux mais un autre fait plus intéressant donc actuellement les résultats positifs sont aussi chez les producteurs d'emballage просто потому что люди переключились из ресторанов и столовых на домашнее потребление а это более мелкая фасовка и соответственно удельный расход упаковки там гораздо выше. Parce que les gens ne ont plus au restaurant ou à la cantine ils mangent à la maison et cela demande plus d'emballage car ce sont les quantités plus petites qu'ils achètent. таких эффектов довольно много но про это слишком долго рассказывать. Il y a d'autres effets comme ça ils sont nombreux mais cela prendrait trop de temps d'en parler. Merci d'avoir d'autres d'autres d'autres